Автор Анна Громыко. Категория «Малый и средний бизнес». Министру по инвестициям и развитию Исекешеву. Уважаемый Ася Турентаевич, наше товарищество, являясь членом правления Ассоциации энергоаудиторов, вынуждено обратиться к вам для рассмотрения ситуации с незаконной предпринимательской деятельностью со стороны другого ТО, зарегистрированного в Кустанайской области в поселке Затобольск и заведомо вводящему в заблуждение потенциальных заказчиков рассылкой коммерческих предложений на проведение энергетического аудита с заниженной рыночной стоимостью. Данные действия дискредитируют деятельность аккредитованных фирм, нарушая добросовестную конкурентоспособную среду. Просим вас рассмотреть сложившуюся ситуацию и принять необходимые меры. Уважаемая Анна Сергеевна, рассмотрев ваше обращение касательно осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по энергоаудиту без получения соответствующего разрешения, сообщаем следующее. Правом проведения энергоаудита обладают юридические лица, получившие свидетельства. На сегодняшний день товарищество, о котором вы говорите, не аккредитовано в области энергосбережения. Вместе с тем законом не предусмотрены меры и административные взыскания за осуществление субъектами предпринимательства деятельности по энергоаудиту без получения соответствующего разрешения. Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы, в компетенцию которых входит данный вопрос с предоставлением подтверждающих документов. Сокращение потребления энергоресурсов, оно затем напрямую уже влияет на сокращение выбросов. В соответствии с сокращением выбросов парниковых газов. Это как бы именно такой эффект, который мы добиваемся. В основном все крупные игроки уже завершили проведение энергоаудита, согласно закону. Там мы давали 3 года, затем на год продлили 4 года, в течение 4 лет, а с 12-го года крупные игроки. Крупные и вообще обязаны, кто проводить энергоаудит, это юридические лица, которые потребляют свыше 1500 тонн условного топлива. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok